Нельзя всегда быть доволен, то есть тренер должен быть всегда чем-то недоволен для того, чтобы достигать чего-то большее. Ну так вроде как счетное табло говорит об одной игре, на самом деле есть очень много проблем. Большие у нас, ну два основных фурсы, герун, то ли подустали, то ли что, а со скамейки у нас помощи нет. Это основная наша проблема. То есть даже при счете 30 у нас было много моментов, когда нас просто подбирали мячи легкие на нашем счете. Нападение вроде как получается, а в защите провал. То есть еще пару дней для того, чтобы это все исправить, постараемся. Вот это все, вот этот склад, да, который пойдет. Немножко в первой игре мы немножко дали слабинку, после игры с Турцией, наверное, немножко расслабились. Да, немножко ребята уже начинают как-то так давать слабинку. Но все равно тренера стараются у нас немножко сдернуть, чтобы мы как-нибудь себя возмужали, немножко стали серьезнее и начали играть в хорошую игру. Мы сегодня собрались вчера, тренерский штаб нас сказал о том, что нужно показать, потому что все-таки мы, я так думаю, что на классе сильнее этой команды. И нужно показывать и доказывать именно здесь, на площадке. И в частности на табло, чтобы всем было ясно, кто мы, кто они. Вот и все, чтобы все серьезно было. Да, я немножко, наверное, у меня была температура два дня назад. Тренера может дали отдохнуть. Но это его выбор, он знает, он руководитель команды, он прав. Поэтому я не считаю, что там кто-то меньше, кто-то больше. Это его решение и оно неоспоримо. Ты почувствуешь, что все все доброе, нормально? Да, я немножко вхожу в ритм. Надеюсь, что к чемпионату Европы мы все будем в хороших кондициях, в хорошей форме и покажем лучшую игру. Продолжение следует...